Всем здравствуйте, дорогие зрители и просто гости моего канала. Сегодня я буду кушать пельмешки домашнего производства. Рецепт будет в инфобоксе. Это идеальное сочетание теста. То есть с этим тестом у вас получатся такие пельмешки, которые никогда не развалятся, если даже будете их долго варить. А я люблю пельмени варить очень долго. И быть уверенной в том, что они отварились. Поэтому рецепт я оставлю в инфобоксе. Обязательно переходите. Еще рецепт на маринованные грибочки оставлю. Не знаю, как вы, я прям люблю долго варить пельмени. Но не люблю, когда они разваливаются. Почему-то, когда мама, например, быстро снимает с плиты пельмешки, у меня такое ощущение, что они не доварились. Я кушаю сырое мясо. Поэтому у меня есть такой фетиш. Вот. Пельмешечки мои любимые. Вчера вечером сходила в супермаркет. В Браво. Там очень много скидок. Прикиньте, вот эти... Донисима творожок купила со скидкой. Сразу взяла 5 штук. Чтобы было в холодильнике. Много чего было на скидках. Не то, что просто... Одна цена перечеркнута. Потом такая же цена стоит. То есть, не обман, а настоящие скидки реальные. Например, я удивилась, грейпфрут стоил столько же, сколько стоит апельсина. Ну, я, естественно, взяла 4 килограмма. Реальные хорошие скидки. А грибочки мы на рынке купили с мамой. И замариновали. Не хуже, чем покупные. Даже лучше. И получается где-то раза в 3-4 дешевле. Мариновать тоже не сложно. Иногда, например, мама рассказывает про свое детство. Ни майонеза, ни кетчупа, ни влажных салфеток, ни туалетной бумаги, ни памперсов. Вот люди жили. А у нас сейчас все готовое. Смотрю одного американского блогера. Она показывала. Очень интересная жизнь именно в Америке. Не знаю, почему меня это очень привлекает. Мне бы хотелось поехать попутешествовать в Америку. Очень хочу поехать и где-то недельку попутешествовать и приехать. Ну, в общем, смотрю одного блогера. Она живет в Америке и показывает жизнь в Америке. И она показывала, что люди даже покупают фрукты, уже нарезанные в супермаркетах. Люди покупают уже готовую смесь для блинов. Просто выливаешь из бутылочки, и все готово, и блины. Мы, мне кажется, только по пути ко всему этому. Но все равно, если сравнивать мое детство и сейчас. Жизнь людей, мне кажется, максимально просто упростилась. В том плане, что появилось очень много гаджетов, которые помогают нам. Много чего нового появилось. Я росла, например, без телефонов. Ну, как краса. У меня появился телефон, когда я была в четвертом классе. А до этого не было телефонов. Не то, что мне не покупали. Дома был планшет, я им не пользовалась. Компьютер у нас был. Интернет тоже. Но не было смартфона, чтобы сразу со смартфона выйти в интернет. И у меня брат постоянно сидел за этим компьютером. У меня просто не было возможности физической тоже посидеть в интернете. Мы были мелкие. И брат говорит, хочешь сидеть за компьютером? Я говорю, да. Нужно, говорит, платить. Не помню, какие расценки тогда были. Но у меня всегда были деньги. Вот всегда. Я просто такой человек по жизни. У меня не бывает такого, что у меня нет денег. Вот просто не бывает. Я то ходила, покупала себе золото. Копила, откладывала. Потому что папа не жадничал, на самом деле. Он всегда нам в школу давал деньги на завтраки. У нас были дети, которые питались в общей столовой. То есть их родители платили, например, за месяц. И каждый день они шли в столовую и кушали. Я была очень капризным ребенком в детстве. Я кушала не все. Я говорила родителям, давайте мне эти же деньги, просто наличные. Я буду ходить в столовую и покупать то, что я хочу покушать. А я этого не делала. Эти деньги оставляла. И тратила на свои нужды. В то время у меня отец работал проводником железной дороги России. И каждую поездку он приезжал и нам давал по 100 рублей. Или не помню сколько, или по 10 рублей. Наверное, по 100 рублей. Я не знаю, куда испарялись деньги моего брата, но у него никогда не было ни копейки. А у меня было... В общем, я платила ему, чтобы сидеть за компьютером. Прикиньте, я не стукачила. Я не говорила маме, что я сижу за компьютером за деньги. Прикиньте. Не то, что брат меня запугал, просто я знала, что стукачить нехорошо. В общем, платила я... Как только мой час заканчивался, приходил мой брат и говорил, вставай. Час закончился. Я такая, 3 минуты еще осталась. Вот такой, пока ты сохранишь это все. А я играла в Sims. Напишите, пожалуйста, есть еще кто-то любители Sims. Я обожаю эту игру. Просто сейчас я не могу себе позволить сидеть и играть в Sims. Хотя мне хочется это делать. Я просто думаю, чем играть в Sims? Лучше посижу, порисую. Лучше, не знаю, сниму контент, что-то полезное сделаю. Я очень много времени провожу как-то сидя. Поэтому, я думаю, если уж я выбираю время отдыхать, лучше я пойду куда-то на солнышке похожу. У меня, например, ужасный дефицит витамина D. Я, конечно, его пью. То есть, в форме таблеток. Но также очень полезно ходить на свежем воздухе. Поэтому я выхожу, когда хорошая погода. Вот сегодня классная погода. Сейчас покушаю. Пойду погуляю. Три-четыре кружка. Понятно, почему грейпфрут стоил так же, как апельсина. Какой-то он не очень. Увидела видео в ТикТоке. Девушка-кореянка просто ставит перед собой трехэтажный торт. И вот прям не жуя просто его. Глотает. Там в комментариях писали, что этот торт специальный. Какой-то низкокалорийный. Но все равно, вы знаете, даже если этот торт низкокалорийный, как-то странно она его ест. Она даже не жудет. Просто глотает. Я немножко не поняла это видео. Когда смотришь корейских АСМР-мукбанкеров, или нет, это не мукбанкер, наверное, АСМР-блогеров, С таким аппетитом, в таких объемах едят. Просто браво. О чем я говорила? В общем, мне парень говорит, как бы было бы классно, если бы мы жили бы рядом, каждый день спускались и гуляли вместе. Потому что мы с ним видимся. Как проходит наше свидание. Расскажу вам. Мы видимся. Идем и жрем. Нажираемся. Потом я предлагаю немножко походить. Он говорит, блин, он говорит, я обожрался. Я говорю, я тоже обожралась. Пойдем домой, по домам. Встретились. Покушали. У меня иногда такое впечатление складывается, я просто иду на халяву поесть. Причем я один раз так угарнула, мы с ним покушали. Он предлагает опять поесть. Я говорю, мы поправляемся. Я хотела сказать, ты поправляешься. Я-то ладно. Я четыре шаурмы ем и ничего в форме. Знаете, мне что он сказал? Он говорит, я встретил тебя, ты встретила меня. Вот я все буду жирные. Ты же будешь меня любить? Я говорю, да. Он говорит, и я тебя. Пожрем. Зачем нам для кого-то быть лучше? Но ходьба на свежем воздухе это очень важно. Это очень вкусно. Какая-то, Я не ездил. как-то как-то так-то, как-то так-то. смотрите грибочки все села ни одного грибочка не осталось потому что очень вкусно просто не сравнится с покупными покупных очень много почему-то всегда кладут этого уксуса прям раздражает очень много уксуса видео какое-то получилось ни о чем не знаю даже как назову это видео часто бывает например я выкладываю видео и этому как же назвать прочее здесь вообще говорила когда и проекты и про то и про 3 10 и думаю блин как назвать я же не могу просто например например у меня 20 видео где я ем пельмени я не могу каждое видео назвать мукбанг пельмени мукбанг пельмени название видео должно содержать как-то какую-то тему вы например видите в названии отношения с парнем если вам не интересна на эту тему вы не заходите вы например заходите на другое видео где например написал название как заработать деньги как похудеть поэтому всегда для меня сложно когда я вообще никогда не строю план что например видео я скажу это ты всеми скажу том хотя нет было такое когда я только-только начала снимать мукбанги я составляла себе небольшой такой набросок о чем я буду говорить проще всего конечно отвечать на вопрос но есть только тем которые я хочу с вами обсудить столько всего чем хочу вам рассказать хоть каждый день снимаем я каждый день снимаю вот вы видите например что каждый день у вас выходит мукбанг иногда бывает что в зене например сниму два мукбанка а потом подряд выкладываю и например день я ничего не снимаю то есть не то что каждое утро я встаю снимаю мукбанг потом делаю свои какие-то другие дела например вчера я ничего не снимал и позавчера тоже давайте доедим пельмешечки ну что очень вкусно но сытом это так скучаю по тем временам когда жили вместе с братом но одно я могу сказать точно я не скучаю по своему детству абсолютно не скучаю вы знаете почему потому что в детстве даже есть тебе все покупают и все равно зависим от родителей зависим от кого-то и когда в универе училась то есть я люблю свою жизнь с того момента как я начала зарабатывать уже видео 19 минут йогурт я просто поем за кадром или когда буду монтировать это видео а вам огромное спасибо что застряли это видео до конца не забывайте ставить лайки подписываться всех люблю целую с вами была айка